Всем привет! Спасибо тем, кто выразил соболезнования по поводу утраты в нашей семье. Очень приятно, что вы поддерживаете, потому что мы реально в шоке, мы до сих пор не можем отойти. Это принять как-то... Ну, знаете, когда умирает там бабушка старенькая, вы примерно ожидаете, что это рано или поздно случится. Но когда умирает молодая девушка, ну, то есть это ужасно. В общем, папа сегодня меня разбудил рано утром. Ну, я ещё спала, он меня разбудил, потому что перед работой позвонил, сказать, что поеду ли я на похороны. Я говорю, конечно, поеду. Поедем на похороны в Винницу, поедем завтра. То есть был там вариант либо в Николаеве хоронить, либо в Виннице. Выбрали всё-таки Винницу. Нам отсюда ехать до Винницы часов восемь. Ехать будем, да, в субботу, где-то в пять утра под нас, получается, всё сделать. Ну, если мы будем ехать, под нас подстроят всё, чтобы мы попали на похороны, похороним. Надо купить, наверное, там же этот венок. Ну, я, честно говоря, вот эти венки не очень, как бы я же за живые цветы. Но если есть такие традиции, надо этот венок обязательно. Тогда, конечно, и венок будем везти. Вот, и получается, что, наверное, переночую мы поедем в воскресенье домой на Пасху. Или там останемся, а потом приедем. Ну, короче, я не знаю, как это будет. Я хочу сказать, что я никогда не была на похоронах. Никогда. Особенно там родственника. Я просто помню, в Кировске, когда мы жили, ещё в Донецкой области, были похороны мужа моей учительницы первой. Вот, городок был маленький, и там вот эта вся шесть, про шесть, как это называется, как тут это несут человека, там, что там, поют, вот это страшно. Вот это я помню тогда, видела со стороны, но на похоронах не была. Она, блин, дуреет у меня, блин, голова вот такая просто. Она сейчас лопнет из-за того, что я поздно легла, рано очень встала, этот стресс. Я прямо тут, я встала, меня как топором ударили, прям я не могу. Она орёт, не замолкая. У неё утром это постоянно. Особенно, если я разговариваю по телефону или вот с вами, это описать, это невозможно. Просто носится по всей квартире. Вот, так вот, да, я не была на похоронах никогда, я не видела ничего этого, не знаю, как я это переживу. С другой стороны, не поехать я не могу, потому что это наш близкий человек. Я хочу поехать, я прямо хочу поехать, поэтому сегодня я отменяю танцы. Конечно же, какие танцы, и танцевать не хочется. И я решила, что сегодня уберу квартиру, чтобы вернуться после Пасхи домой в чистую. Не знаю, кто там пишет, что можно что-то делать. Нельзя на страстную пятницу. Мне сейчас, честно говоря, не до этого можно нельзя. Мне нужно просто, чтобы было в квартире чистой, мне нужно монкин, лоток помыть. Я там тесто на блины подготовила, потому что молоко уже давно лежит. А мы с мамой договорились, что что-то возьмём в дорогу, потому что ехать долго. Не думаю, что мы будем часто и долго останавливаться. Надо взять что-то с собой в дорогу, перекусить. Тем более, что, скорее всего, и Карина поедет, и, возможно, и Женя с Родей. Ну, то есть все вместе поедем. Поэтому нужно взять что-то из еды. Я как раз думаю, возьму блинчики. У мамы там на Пасху было много продуктов. Она же всё-таки готовилась. Я у неё заберу крем-сыр и сделаю, может быть, там с рыбкой какой-то блинчики, чтобы все мы там поели. Ну, и мама что-то возьмёт поесть. Она же закупилась. Там думала всех собирать на Пасху. Бабушка должна была приезжать. Она холодец сегодня варит, потому что она уже его, ну, задумала. Она уже его сварит сегодня. Но у неё, знаете, у неё было какое-то не то, что предчувствие. Она не хотела в этом году печь Пасхи. И вот как-то, видите, как оно так получилось. Сейчас позавтракаю. У меня там завтрак как раз допекается. Я сегодня такой относительно лёгкий себе сделала. Ещё вчера об этом думала. Сейчас покажу вам. Приведу себя в порядок. И да, нажарю блинов и буду убирать в квартире. Вот я решила запечь те оставшиеся два яблока, чтобы они не пропали. Разрезала на пополам, удалила сердцевину, выложила творога немного. А, ещё сливочное масло я положила. Она по чуть-чуть, по кусочку, в каждую половинку. Потом творог, мёда немного, корицы. И запекла. Где-то полчаса выпекала. Может, больше, при 180. Сейчас ещё, наверное, может быть, чуть-чуть добавлю мёда. А, может, и не буду добавлять. И присыплю грецким орехом. И тут тесто моё стоит на блины. Смотрите, какая огромная стопка блинов. Они же ещё маленькие. Я их жалила реально часа два, наверное, если не больше. Прям очень-очень долго. Но справилась. И в квартире поубирала. Вот. Сейчас, может, на фоне услышать Лёшин голос. Он у меня работает вот там, в спальне. Потому что он мне позвонил сегодня, спросил, есть ли свет у меня. Я говорю, у меня есть. А у него на районе, это, кстати, рядом через дорогу отключили. И там какие-то ремонтные работы до четырёх дня. А он устроился на работу. Правда, сейчас он на стажировке. Я не знаю, рассказывал вам или нет. В большую крупную компанию идти. Он устроился статистом, аналитиком. Ну, в общем, там с цифрами, короче, работа такая, знаете, муторная. Мне непонятная. Но, тем не менее, он этим занимается. И у него всё через ноутбук, интернет, зарядка. Ну, вы поняли. Я говорю, ну, хочешь, приходи ко мне, поработай у меня. Как бы у меня нет такого, что я не, не приходи. Пришёл, он работает у меня. Мы пообедали вместе. Доели как раз лазанью. Вот. Я параллельно убирала. Сейчас у него какой-то там созвон. И мы договорились, что вечером роллы покушаем, чисто закажем. И всё. То есть, если помните, он меня приглашал к себе на ужин сегодня. Но не то настроение, не тот момент. И он ещё и, кстати, готовил десерт. У него не получился. Свет отключили. И всё как-то пошло не так, как мы планировали. Поэтому вот так. Может, вечером ещё выйдем, пройдёмся. Воздухом подышим. В любом случае, я сейчас выхожу. Потому что мне нужно зайти к маме взять крем-сыр. Куплю рыбу. Ещё, по-моему, есть паштет какой-то такой прикольный. Можно ещё и его в блины завернуть. Просто там такая стопка блинов. Я даже не думала, что мне столько получится. Слушайте, удачно я зашла в сельпо. И обычно на такое вообще никогда не попадают. А что тут есть? Пасочки. Ну, пасочку я, кстати, хочу купить. Может, какую-то маленькую попробовать. Я вообще люблю сельпошные паски. Они вкусные. А, ну, это всё к Пасхе. Мясо продают, колбасы, такое, яйца вареные. Прикольно. У нас в этом году не до Пасхи, конечно, в нашей семье. Больше мясо. Какая милая сельская вещь. Сзади меня пёс-патрон. Наверное, кого-то будет поздравлять. Вон. У нас ещё есть в городе такой белый медведь. Его часто заказывают на праздники. Там сколько? Берем 800 или 1000. Какой классный мишка. Я когда-то его снимала с окна. Вообще, знаете, я сходила в сельпо. Я уже загрустнула так серьёзно. Потому что видно, что люди готовятся к празднику. Несмотря на то, что война, там тяжело, всё, да. Но люди как-то, знаете, вот покупают что-то интересное, что-то вкусное. Вкусное, эти пасочки покупают. Я такая думаю, куплю себе пасочку. Посмотрела на эти пасочки, посмотрела на их состав. Ну и на сельпошный, крафтяр. А там что-то столько всего напичкано. Ну прям столько. Столько этих каких-то ешек непонятных. Я так состав, ну просто огромнейший. Так я думаю, наверное, не буду собрать такое. Потом думала, возьму понетоний. Он тоже малюсенький, там гривен 90 стоит. Думаю, что-то он ни туда, ни сюда такой маленький. Короче, подумала-подумала. Сейчас зайду ещё в АТБ и в пекарню, бля, ну что там. Может куплю. Ну так как мама в этом году не пекла, сестра не пекла из-за того, что у нас вот так вот всё произошло. Я тем более, я вообще не очень люблю это пение. Как-то, знаете, хочется хотя бы вот просто вот пасочку. Вообще вот это всё меня почему сгрустнуло, потому что я люблю этот праздник. Я не религиозный человек особо, вы знаете, я никогда этого не скрывала. Просто этот день у меня всегда ассоциировался с чем-то очень светлым, семейным. Мы собирались большой с семьёй часто на Пасху. Ещё когда бабушка была живая, мы к ней в село ездили, собирались вот всей роднёй. И чтобы вы понимали, вот мы завтра едем в Винницу. Дядю Юру, к которому мы едем, он там живёт. Мой родной дядя, да, папин брат родной. Я его видела, похоже, последний раз как раз-таки на одну из таких вот, на одну из Пасх, так не скажешь, на одну Пасху какую-то вот очень-очень старую. Наверное, это было в мае ещё, когда была Пасха, лет 10 назад. Вот представьте, как давно я не видела родственников свинницы. И вот только завтра мы увидимся и при таких страшных обстоятельствах. Естественно, это всё, ну, очень давит. Это очень грустно и печально, и что так это всё получилось, что теперь Пасха будет напоминать вот об этом. Прикольно, что в первой пекарне есть даже сырная пасочка, 35 ривен, 100 грамм. Боже мой, паски продаются просто везде, в АТБ, в отдельных магазинах, в магазинах на остановке. Но я купила две маленькие в пекарне, самые маленькие, 100-граммовые. Значит, одна ванильная с изюмом, вторая со вкусом топлёного молока. Вот и куськи. Ну, они хорошенькие, они реально симпатичные, маленькие. Я думала, что в пекарне не будут пхать кучу каких-то ешек. Ну, я знаю, мне почему-то показалось, что как бы они должны быть вкусные, они такие на вид хорошенькие. И они мне две вышли, 56 гривен где-то. Мама уже успела холодец сварить и мне угостить, представляете, всё за сегодня. И он даже, говорит, застыл уже. Я у неё сыр взяла просто потому, что, да, она же накупила продукты на Пасху, одевать их некуда. Да, поэтому дала мне, и как раз я возьму эти блинчики, да. Честно, буду. Так, у меня там куча блинчиков, таких половиночек с кремом, сыром и... крем-сыром и рыбой. И сверху я сделала блинчики с паштетом. Паштет из евромагазинчика, там французский какой-то паштет мясной. Не знаю, надеюсь, тоже будет вкусно. Короче, тут реально много, но может кажется, что немного, они просто маленькие. Много-много-много штучек. Да и вообще боюсь сильно много брать, потому что, насколько я знаю, мама термосумку не берёт, а в тепле рыбу хранить нельзя. Поэтому надо будет как-то быстренько съедать или уломать маму на термосумку всё-таки. Всё, посидели с Лёшей, поужинали, поговорили. Вот я сейчас собираю вещи. Я так понимаю, что в любом случае надо ехать в чёрного. Беру ещё одну кофту, там бельё. Потому что ночевать будем в гостинице, всё равно нужно будет переодеться. Я тут эту кофточку вывесила, потому что ей надо быстренько досохнуть до утра. Как раз при комнатной температуре быстро высохнет шоппер там с этой одеждой будет. И собрала такие, знаете, две косметички. Одна вот с уходовой. У меня есть пробники всегда, короче. На такой случай есть что взять. На случай, если просто нужно уехать куда-то там на день-два. Косметичка с обычной косметикой. Сухой шампунь кину. И знаете, в чём проблемка? Я ношу в шоппере всегда там салфетки, расчёску такую. И ходила сегодня в магазин, покупала рыбу. И, короче, продавец её плохо замотал. И эта рыба протекла. Протекла она всё. И шоппер я, конечно же, кинула в стирку. Вот сухой шампунь, всё на свете. В этом жиру было. Я вытирала, вытирала. Всё равно запах как будто бы остался такой, знаете, тюртишо. Я не знаю, конечно, как оно всё будет, как это всё пережить нормально. Но как-то люди другие переживают, значит, и мы переживём. Вот. Такое, короче. И надо ложиться, по идее, пораньше. Но я не могу пораньше ложиться. У меня пока душ приму, пока там друзей посмотрю. Чуть не хочется спать. В любом случае, мне вставать очень рано, потому что мы в пять уже должны выехать. Соответственно, встать нужно где-то в полчетвёртого, чтобы голову помыть, собраться нормально. Монки еду поменять. Всё сделать. Спокойно уехать. Я не люблю, знаете, за полчаса спешить. Вот это вот. Я лучше встану пораньше. Вот. И сразу, получается, похороны часа на два будут. Ой, Господи, не упустила. Такие дела. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели. Обязательно берегите себя. Скоро увидимся. До встречи.